В этом году по решению правительства во Владимирской области начали работать новые региональные программы по благоустройству территорий. Контроль за качеством их выполнения – один из приоритетов в деятельности депутатского корпуса. На последнем перед парламентскими каникулами заседании председатель законодательного собрания Ольга Хохлова отметила, в августе её коллеги продолжат работу в своих округах. Особое внимание проекту «Благодвор». Дворы, тротуары – это всё на благо наших жителей. Жители выражают благодарность, что эта программа заработала наконец. И мы также благодарны правительству и губернатору, что сегодня выделены деньги и на приведение порядок территорий вокруг школ и детских садов. Сегодня этот вопрос решается, и это тоже очень здорово. Важной задачей по-прежнему остаётся поддержка участников СВО. В первом чтении депутаты приняли проект закона, который позволит многодетным семьям военнослужащих, а также большим семьям с ребёнком-инвалидом, в первоочередном порядке получать участки под строительство. Возможность первоочередного предоставления земельных участков для ИЖС гражданам-участникам СВО, которые являются родителями трёх и более несовершеннолетних детей, а также установление возможности первоочередного предоставления земельных участков многодетным семьям, имеющим или воспитывающим ребёнка-инвалида или детей-инвалидов. Данный закон имеет социальную направленность, поддержан органами местного самоуправления. А в следующем году у муниципалитетов появится больше возможностей для решения местных проблем. Проект закона об увеличении налоговых доходов и дотаций депутаты также приняли в первом чтении. Деньги можно будет направить на исполнение наказов жителей, например, на ремонт дорог, благоустройство и озеленение. Окончательно документ планируют утвердить в сентябре. Чтобы муниципалитеты имели возможность финансировать такие нужные людям темы, больше двух миллиардов рублей потребует это от областного бюджета. Больше двух миллиардов рублей будет направлено в муниципалитеты. И надо очень чётко рассчитать, чтобы было и справедливо, и хватало на основные нужды. И в то же время, чтобы система оставалась забалансированной. Муниципалитеты ждут. Очень часто на публичных слушаниях высказывались такие предложения. И очень радует, что губернатор делает шаг навстречу муниципалитетам, ну и, конечно, жителям, избирателям, которые живут там. Сегодня же депутаты присвоили звание почётного гражданина Владимирской области основателю и художественному руководителю Оркестра русских народных инструментов областной филармонии Анатолию Антонову. В репертуаре коллектива более 50 музыкальных программ оркестр знают и любят не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. Высокое звание почётного гражданина посмертно присвоили и директору губернаторского симфонического оркестра Артёму Маркину. Предложение коллектива, которым руководил маэстро, депутаты поддержали единогласно. Оксана Любимова и Татьяна Семёнова.